Сегодня мы поговорим с вами о республике, которая в какой-то степени является такой загадкой и тайной. Она и для меня была загадкой и тайной, хотя вроде, так скажем, по профессии, да, я человек, который знает и знаком со всеми регионами России, со всем, что там есть интересное. Но так получалось, по крайней мере у меня, что она все время оказалась, ну, почему-то в стороне от моего маршрута. Вот соседние территории, которые окружают, соответственно, Туу, это Иркутская область, я там много раз был, Бурятия, я там много раз был, Алтай, очень люблю, был там, Красноярский край, все, что можно обошел, посмотрел, а вот как-то Туа, она оказалась в стороне. Ну вот, наконец-то, мне повезло, что я смог посмотреть этот такой действительно загадочный, очень непохожий, на мой взгляд, по крайней мере, непохожий мир на другие территории России. Хочется сказать спасибо огромное тем людям, которые помогли мне осуществить это путешествие, прежде всего, это Тувинское отделение Русского географического общества, которое и маршрут помогли составить, и, в общем, собственно говоря, многое, что сделали. Сегодня о некоторых из них я вам расскажу. Республика Тыва, давайте сразу начнем с названия, поскольку это, наверное, одна из тех республик, с названием которых возникает много вопросов. У нас две таких подобных республики, непонятно, как о них говорить. Это республика Саха и Якутия, это все-таки Саха или Якутия, или Саха. И вот то же самое здесь. Тыва или Тува, все по-разному говорят, да и я иногда себя ловлю на мысли, тоже по-разному говорю. И, в общем, нарушений здесь никаких нет, согласно Конституции Республики Тыва, мы можем, в принципе, употреблять и то, и другое выражение. Однако, существует такое негласное правило для жителей республики о том, что, когда мы говорим официально что-то, вот, республика, это тогда Тыва. Поэтому, как вы видите, на гербе как раз именно подписано Тыва. Ну, а когда мы говорим непосредственно о жизни этой территории, этого уголка, о жизни людей, и когда мы склоняем название, да, то мы тогда говорим Тува, Тувинцы, Тувинки, Атуве, Потуве, ну и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, и так, и так можно, как скажете, так и скажете. Может быть, я сегодня скажу случайно Тыва, а потом скажу Тува. Так что, я надеюсь, жители Тувы, которые меня смотрят, я знаю сейчас, по крайней мере, те люди, с которыми мы познакомились, замечательные жители Тувы, они сейчас, несмотря на то, что у них 10 часов вечера, уже пол-одиннадцатого, вот, они смотрят нашу сегодняшнюю встречу. Так что, надеюсь, они меня тоже поймут. Очень символичный флаг и герб республики, который вы сейчас видите, на флаге, ну, я не скажу, что это главная достопримечательность, но гордятся Тувинцы этим. У них начинается Енисей, да, в городе Кызыл, происходит слияние двух рек, Большой и Малый и Енисей, соответственно, на месте слияния стоит город Кызыл, и вот на карте, вернее, на флаге мы с вами как раз видим две этих речки. Да, ну, какой большой, какой малый, остается загадкой, но, тем не менее, из двух образуется одна, и, соответственно, это на флаге. То, что касается герба, тоже он информативен в определенной степени. Тувинцы долгое время были кочевниками, вели кочевой образ жизни, хотя, так сказать, недавние исследования, которые проводились в Туве, показали, что там были и оседлые поселения, и не так давно нашли очень интересные ирригационные сооружения, каналы, которые тувинцы сооружали. Да, и это такой загадкой было большой научной, как это так, почему, в общем, о них мы больше как кочевников знаем, поэтому, собственно, то, что здесь всадник на гербе, это в какой-то степени отражает долгую историю этой территории. Она меняла свое название, когда-то там, в времена, когда она была под протекторатом России, называлась территория Уренкайский край, да, сейчас мы ее называем Тува или Тува, но, тем не менее, вот в истории всадник вполне здесь укладывается, ну и плюс лента, на которой написано название государства, это так называемый ходак, это длинный такой узкий платок, который дарят и в Туве, и в соседней Монголии, Тува находится на границе Монголии, я сказал, да, в знак почтения, в знак дружбы, в знак уважения, то есть это вот такие, для дорогих гостей всегда такой платок существует, но много разных традиций в Туве, о некоторых мы сегодня с вами поговорим. Республика небольшая с точки зрения размеров, с точки зрения населения, 332 тысячи человек, как вы видите, проживает в Туве и примерно половина населения проживает в городе Кызыле, он самый крупный город, всего 6 городов официально носит такой статус. Ну вот, самый крупный город, это город Кызыл. Республика такая, типично национальная республика, когда у нас деление происходило России на субъекты федерации, то с учетом того, что мы очень многонациональное государство, в свое время при становлении вот этого административно-территориального устройства было учтено, что если люди проживают какой-то национальности исторически в том или ином месте, то тогда такие территории получают статус республики. И вот первые республики, которые у нас появились, ну и большинство современных республик, это республики именно по такому национальному принципу. Да, республика Бурятия, Буряты, да, республика Якутия, Якуты, да, республика Карелия, Карелы, республика Тува или республика Тува, соответственно, Тувинцы. Ну, в последнее время некоторые изменения произошли политические, и некоторые регионы сейчас называются республикой не совсем по национальному признаку, но, опять-таки, это так или иначе допустимо, здесь никаких таких противоречий принципиальных нет. Республика Тува, ну, я не знаю, как сказать, большая, небольшая, все очень относительно по жизни, да, на карте, так сказать, она не такая уж крупная, но, тем не менее, 1%, если так по-математически посчитать, площади России представляет собой республика. Республика Горная, на карте, собственно говоря, это видно, 4 пяток территории – это горы, отроги Восточного и Западного Саяна, плюс отдельные хребты, Тану, Аллах, ребят, обручу, мы сегодня их пересечем, посмотрим, как они выглядят. Сегодня наше путешествие, оно будет состоять из двух частей, что-то я рассказываю, комментирую, какие-то свои впечатления. Мне бы хотелось обратить внимание, что у нас с вами такая ненаучная лекция, и я не ставлю перед собой цель, так вот выдать вам физико-экономико-географическую характеристику данного региона России. Да, это, в общем, путевые заметки, вот есть не путевые заметки, кстати, Дмитрий Крылов, так сказать, конкурент там оказался, не так давно показал две программы, предыдущие два воскресенья, как раз тоже путешествие Атуве, чуть-чуть раньше он там меня был, на месяц раньше приехал, снимал программу, да, вот у него не путевые заметки, а у меня просто путевые заметки, поэтому вот то, что увидел, то, что понравилось, то, что стало интересно, соответственно, я рассказываю, поэтому будут мои комментарии, ну и плюс я во всех путешествиях своих снимаю фильмы, которые потом стараюсь, так сказать, сделать такими, как визитные карточки тех или иных территорий, ну и сегодня мы некоторые фрагменты фильмов, которые я снял, не все, поскольку отснято было очень много материалов в путешествии, в экспедиции по Атуве, мы с вами тоже увидим. Так вот, территория горная, 4 пяток территории горы, и есть две такие крупные котловины, которые как бы со всех сторон заботливо окружены горами, это котловина центральная Тувинская, там где, собственно говоря, стоит город Козыл, ну и очень интересная котловина, необычная, красивая, котловина Тоджинская, там мы сегодня с вами тоже побываем, жители Тувы говорят, что если ехать в Туву, надо вначале в Тоджинскую котловину ехать, такое выражение есть у них, кто в Тоджинске не бывал, тот, собственно, Тувы не видал. Ну, посмотрите, сравните, как это на самом деле, что происходит. Значит, как будет построен наш маршрут путешествия? Ну, опять, объять необъятное нельзя, поэтому я сегодня включил в нашу с вами встречу, ну, такие вот уголки, которые, на мой взгляд, являются в определенной степени визитной карточкой территории, плюс несколько уголков включил, в которых мне не удалось побывать, потому что есть определенная проблема с Тувой, и, может быть, кстати, именно поэтому республика в стороне не только у меня оказывалась на разных маршрутов, но, оказывается, она и у многих других. Дело в том, что республика очень труднодоступна с точки зрения транспорта. Железной дороги нет. Есть только автомобильные дороги, причем их две. Одна такая федеральная основная дорога, по которой путешествуют люди, идет она из Абакана, из столицы Хакасии. В нашей следующей лекции мы как раз в Хакасии с вами побываем, об этом поговорим. Так вот, идет она в сторону монгольской границы, такая федеральная трасса, очень красивая дорога, пересекает Саян, проходит через потрясающе красивый горный массив Ергаки, находится он на территории Хакасии, мы о нем в следующей лекции поговорим, ну и дальше, соответственно, идет на границе Монголии. Есть вторая дорога, такая объездная, и, ну, насколько я понимаю, она такая второстепенная, не так многие пользуются ей. Есть вариант, конечно, долететь на самолете, сейчас запустили, там аэропорт есть, в Кызыле можно долететь на самолете, но вот с учетом сложностей, вот таких логистических, сложностей перемещения, Тува остается в какой-то степени недоступной. Плюс в плане дорог, ну, давайте так, есть федеральная дорога, хорошая, симпатичная, вот я на машине путешествовал по Туве, правда, на двух машинах пришлось путешествовать, доехал я из Абакана на обычной легковушке, а дальше потом меня уже встретили сотрудники заповедника, там мы возили уже на УАЗике, потому что по-другому во многих местах не проедешь. И вот если вы захотите посмотреть все то, что сегодня мы будем с вами наблюдать, и в том числе фильмы, то примерно, ну, мне так кажется, две трети маршрутов, это все-таки для некого вездеходного транспорта, поэтому это проблема серьезная. Вторая проблема серьезная, которая в какой-то степени многих, ну, настораживает, как я понимаю, людей в плане путешествия по Туве, это инфраструктура. Она там, ну, практически не развита, да простят меня люди Тувы, но, в общем, это так. В Кызыле есть потрясающая пятизвездочная гостиница. Вот, все замечательно, все хорошо, такие хорошие пять звезд, потрясающий вид из окна, вот прямо вспоминаю, как внизу Енисей, слияние Енисея, все замечательно. На этом, собственно, все и заканчивается, потому что все остальные гостиницы, они относительно простенькие, но это еще Кызыл. А если мы с вами отъедем от Кызыла, то, ну, с исключением одного комплекса, сегодня о нем скажу в самом конце этнографического, который не так давно построили, он является таким, извините, местом разных встреч, которые проходят в Кызыле. Все остальное, это такие небольшие базы отдыха, небольшие какие-то хостелы, и, так сказать, это тоже, в общем, людей в какой-то степени отпугивает. Все-таки современные путешественники, многие привыкли к тому, чтобы, так сказать, ну, да, и посмотреть что-то хорошее, интересное, да, ну, и комфорта отдохнуть. Так что, поэтому, это такая серьезная проблема. Есть еще одна проблема, по крайней мере, если вы наберете в интернете фразу «опасно ли в Туве», то я вас уверяю, там, вот, наверное, несколько страниц будут все писать всякие ужастики, опасно, не езжайте вечером, не ходите, ну, и так далее, и так далее. А здесь сразу хотелось тоже сказать, как бы, вот, поскольку все это наблюдал, давайте так, опасно везде, даже в Москве, наверное, да, где-то ходить ночью. Да, тувинцы – это люди со своими жизненными устоями, со своими какими-то правилами, и, может быть, какие-то вещи, которые, там, мы вытворяем, так скажем, приезжая к ним как гости, им не нравится. Плюс есть серьезная проблема, она решается, но проблема алкоголизма, вот, это действительно довольно опасная штука, и поэтому, если кто-то поедет в Туву, имейте, пожалуйста, это в виду, ни в коем случае людей не угощайте, и, так сказать, ну, держите себя под контролем, это серьезная проблема, но решают тувинцы ее, по крайней мере, за последние несколько лет, вот, из того, что я знаю, так сказать, очень многое, что было сделано. Кстати, в Туве, я не знаю, где в других республиках России такое есть, алкоголь в Туве продается, как в советские времена, даже более жестко, с 11 часов дня до 3 часов дня, и то только в специализированных магазинах, больше нигде. Вот, но, тем не менее, это проблема, и, так сказать, в какой-то степени, вот, может быть, единственная сложность представляет, потому что не всегда люди адекватно к нам реагируют. Вот, по крайней мере, я проехал 2000 километров по Туве, вот, честно могу сказать, ни одного человека, который на меня посмотрел как-то настороженно, или попытался мне что-то такое сказать, я не встретил. На мой взгляд, совершенно добрые, совершенно нормальные, совершенно гостеприимные люди, и еще раз, те, кто меня смотрит сейчас в Туве, спасибо вам большое за ту сказку, которую вы мне подарили. Ну, мы вернемся к маршруту, да, маршрут, соответственно, составлен был по максимуму, я хотел посмотреть, что вот удастся за то время небольшое, которое я был в Туве, но вот часть мы с вами сегодня посмотрим. Побываем мы с вами в долине царей, это уникальное место, не только для Тувы, но и для всего мира, там было сделано открытие, которое перевернуло вообще все представление человека о развитии древних народов. Сегодня мы об этом поговорим, там нашлись киевские курганы, уникальные абсолютно по всему, сегодня опять фрагменты того, что мы нашли, вы увидите. Так что долина царей нас ждет, дальше мы побываем с вами на дне Енисея, скажем так, нам повезло, что нам удалось походить по дну Енисея, ну, точнее, по дну Саяно-Шушковского водохранилища. Дело в том, что после постройки водохранилища Енисей частично вышел из берегов, и он затопил очень многие территории, интересные с точки зрения истории, где были, опять-таки, курганы, захоронения, где когда-то жили древние, в том числе, скифы, и обычно раскопки ученые проводят в мае-июне, тогда, когда происходит сброс воды в водохранилище, и тогда немножечко береговая линия освобождается. В этом году Енисей очень сильно обмелел, что даже частично навигацию на Енисеи перекрывали, и за счет этого, в частности, вот в том месте, где мы с вами побываем, это местечко Аллатей, где сегодня работает очень интересная экспедиция археологическая с руководителем экспедиции, мы там небольшое интервью записали, на мой взгляд, довольно интересное, так что узнаем некие тайны. Далее нас ждет с вами один из очень красивых каньонов в Туве, каньон называется Дургенский, поговорим, почему он так называется. Дальше нас с вами ждет путешествие к нескольким святыням буддийским, мы увидим одну из трех в мире ниш, где выбит Будда. Поговорим об этом, что это такое. Далее нас ждет настоящая пустыня, вообще Тува уникальный регион России, там практически представлены все природные зоны, начиная от пустыни и практически заканчивая вечными снегами и льдами, так что, по сути, географию можно изучать земного шара, плюс там есть уникальная Укснурская котловина, памятник мирового значения, занесенный в список ЮНЕСКО, где вообще на небольшой территории можно практически увидеть все природные зоны. Ну вот, так сказать, некоторые такие необычные места мы посмотрим с вами. Еще одно место, где мы побываем с вами, мы побываем на берегу Соленого озера, одно из самых соленых озер России, 280 промилле солености, у него 280 грамм соли на литр воды. Это, ну, по сути, Баскунчак, Мертвое море. Я там такие интимные кадры, как я в нем пытался купаться, не показываю в фильме, но вот как поплавок туда ложишься и как поплавок получаешь удовольствие. Озеро Лечебное, таким, так сказать, пользуется очень большим притяжением для туристов, для жителей Тувы. Ну и увидим мы с вами очень интересное такое лотосовое озеро, ну, точнее, кувшинковое, да, все-таки лотос и кувшинка – это разные немного цветы. Это как раз Тоджинская котловина, одно из красивейших озер – озеро Азаз. Ну и, естественно, мы побываем в центре Азии. В Туве считается, что центр географически азиатского континента находится в городе Кызыл. Ну вот на маленькой фотографии мы увидим потом это все поподробнее. Вы видите монумент, который не так давно был установлен, в 2014 году, который как раз стоит ровно в географическом центре Азии. Ну вот, собственно, так будет построен наш маршрут. Не все увидим, но, тем не менее, мне кажется, что общее представление о Туве сегодня во время нашего путешествия вы получите. Ну это вот, собственно говоря, я говорил про дороги, да, две дороги всего ведут из других регионов России в Туву, да, ну вот две дороги, которые подходят к Хакасии, вы, собственно говоря, видите. Ну а сейчас давайте попробуем первое представление получить, такое видеопредставление, первый наш видеоролик. Загадочное и неповторимое, самобытное и таинственное. Так часто говорят и пишут о небольшой республике Тува. Мы проехали по ней почти две тысячи километров и поняли, познать ее невозможно. К ней можно только прикоснуться. Первая тайна и историческая сенсация ждала нас недалеко от границы Тувы. Это долина царей. Так называют здесь несколько цепочек курганов, внутри которых археологами были обнаружены захоронения 8-7 веков до нашей эры, которые принадлежат загадочному народу, именуемому скифами. Приоткрыть завесу тайны находок, сделанных здесь, в долине царей на кургане Оржан-2, нам помог Каадыр Ол Алексеевич Бичилдей, директор Национального музея республики Тува. Как пружина, видите, даже эта технология им была известна. Эти и другие технологии работы с металлом действительно уникальны. В других регионах мира они появятся спустя несколько веков. А гривна, символ власти скифти царей, вообще не имеет мировых аналогов. Здесь и кабаны узнаваемые, здесь и узнаваемые. Они на прямом уровне, как в остальном, где вы используете. Это хамень. Только золото, золото. Вот эти скифы крепятся. Открытие кургана Оржан-2 позволило не только восхититься этой красотой, но и переосмыслить историю древнего народа. До этого открытия ученые-скифологи, так называют те, кто занимается изучением этого времени, были уверены, что родиной скифов является Иран, откуда племена дальше перешли на запад, в Башкирию, Приднепровие, Причерноморье. И было это на 300-400 лет позже. Однако открытие кургана в Туве полностью поменяло это представление. И, кстати, подтвердила мысль, высказанную еще древнегреческим историком Геродотом. Родина скифов здесь, в Центральной Азии. И Тува по праву может называться колыбелью древней кочевой цивилизации. Миниатюрность и изящество работы просто поражает. Я считаю, что оно даже ценнее, чем все вот это золото. По времени, по ценности, по сохранности. И это разрушило всю скифологию. Тува – это настоящий археологический заповедник. И подтверждением этого являются не только раскопки долины царей, но и раскопки, которые проводятся здесь, в небольшом местечке Аллатей, на берегу реки Енисей. Руководитель первого отряда археологической экспедиции Анатолий Семенов с гордостью делится с нами своими открытиями. Вот эти вот гривны, нашивки на сапоги имеются, нашивки в форме животных, нашивки на шапку там в виде птиц. Это находки редкие, но они как бы вот представлены достаточно в скифских срубах, на территории Тувы. Ну, потому что позднее скифское время есть захоронение в срубах. Деревянные ставили клетки, 5-4 венца в высоту, в яму глубиной до 5 метров, до 6 метров она могла доходить. Ну, иногда поменьше, там, в общем, по-всякому. То есть золото это не было привилегией богатых совсем? Ну, золото, видимо, погребальный обряд подразумевал, что на пир, собственно, и в добрые люди, и, собственно, на тот свет следует отправляться в самом лучшем, что у человека есть. То есть есть повседневная одежда, а есть, скажем так, одежда для свадебно-ритуально-проминальной обрядности. Вот это вот, когда происходит какой-нибудь календарный праздник важный, когда какая-нибудь свадьба, когда вот что-нибудь такое важное, человек одевает на себя все лучшее, там, соответственно, у него даже если он бедный, должны быть хоть тоненькие, хоть фольговые, но золотые нашивки, потому что он же скиф, а золото, судя по всему, у них было сакральным металлом, ну, вот как бы у индейцев и в Латинской Америке примерно. Они его связывали с культом солнца, есть, собственно, находки таких солярных символов, таких колес, закрученными вот этими спицами из золота, тоже вот такие вот солярные знаки известные. Олень, как бы, стремящийся к небу, такой вот один из основных символов оленя, он тоже как бы связывается с этим культом неба. И золото присутствовало, как у знатных, так и у незнатных. А нас охватывало удивительное чувство, когда мы держали в руках вещи, окружавшие наших предков почти 25 веков назад. Ну, вот такое открытие было сделано. Действительно, потрясающе наизделие. Надо понимать, что вот то, что вы видели, да, вот то, что мы снимали в музее, то, что вот здесь фотография есть, это, ну, так скажем, опередило очень многие технологии в других странах мира. То есть, поэтому открытие для ученых, это была такая действительно научная сенсация. И до сих пор проходят раскопки, до сих пор много чего находят. В общей сложности вот на этом кургане «Аржан-2», о котором мы говорили, который в долине царей находится, было найдено 11 тысяч предметов самых разных. Часть из них находится сегодня в музее Тувинском национальном, очень богатом музее, удивительным абсолютно. Удивительный директор, вот, который вел экскурсию, специально для нас все рассказывал и показывал. Потрясающий человек, который настолько влюблен в и горд своей республикой, что вот буквально в каждом слове его чувствуется, он удовольствие получает от того, что он нам это все показывает и рассказывает. Так вот, вторая часть коллекции находится в Эрмитаже. Так что, если будете в Эрмитаже, то тоже можно посмотреть результаты раскопок. Хочу вот обратить внимание вот на этих маленьких животных. Это, на самом деле, было когда-то украшение одежды царя и цариц. По методу Герасимова, кстати, сделанное. Ну, по поводу них спорят ученые, на самом деле, действительно ли так выглядела царица и царь скифский, которые были обнаружены, да, остатки которых были обнаружены в курганах. Ну, вот, как бы есть такой вариант, что они могли выглядеть примерно так. Так вот, на одеждах их были вот эти вот самые маленькие нашивки. Две с половиной тысячи на костюме царя их обнаружили. То есть, это совершенно потрясающее что-то такое необычное. Так что, это вот действительно такое было первое мощное, серьезное открытие и для нас, и для ученых, которые, так сказать, занимались и занимаются сегодня вот такой давней и древней историей. Каждый день путешествие по загадочной Туве дарил нам интереснейшие открытия и необычные встречи. Так, когда мы отправились любоваться одним из самых красивых горных каньонов, мы встретили пару серых журавлей, которые вальяжно прогуливались и абсолютно не обращали на нас внимания. Интересно то, что этот вид журавля является самым распространенным в России, но, тем не менее, он внесен в Красную книгу и считается редким видом. Эта встреча произошла в предгорье хребта Тануала. Кстати, четыре пятых территории Тувы занято именно горными областями. Здесь, на северном склоне, в окружении хвойных лесов и притаился живописный каньон, образованный водами реки Дурген. За свое быстрое течение ее назвали Быстрый. Ну, собственно, так и переводится название Дурген на русский язык. Но это с точки зрения географии. А вот предания говорят о другом. Местные жители связывают появление русла реки Дурген с Чингисханом, который, по легенде, в XIII веке со своим многочисленным отрядом проходил через горный хребет. И колеса обозов хана продавили будущее русла реки. С именем Чингисхана связывают жители Тувы и образование озера Чегытай, самого глубокого и самого большого озера Тувинской котловины. И здесь тоже легенды и предания. Причем одни из них связаны с сыном Чегытаем, а другие с дочерью тоже по имени Чегытай. Кстати, это и есть одна из версий названия красивого озера. С Чингисханом много загадок связано. Мы не знаем даже его точного места рождения, места ухода в другой мир. А вот про его верного помощника и военачальника Субидея известно намного больше. Ну, в частности, то, что он родился здесь, в Туве. Поэтому не случайно, не так давно в этнокультурном комплексе мир тувинцев появился памятник, на котором полководец изображен сидящим на коне со всеми видами снаряжения. Лук со стрелами, сабля, копье. Он был единственным военачальником, кому доверял возглавлять Чингисхан любое монгольское войско. За 59 боевых лет Субидей одержал блестящие победы в 52 крупных сражениях, во время которых он завоевал больше территории, чем любой другой полководец в истории. Рядом с монументом павильон, оформленный в буддистском стиле, в котором установлен Субурган, буддистская ступа, посвященная богине-защитнице от непредвиденных и неожиданных бедствий. Практически на всем пути нашего маршрута мы постоянно встречали буддистские ступы, установленные в особых, сакральных местах для местных жителей. Но есть в Туве и особые места поклонения. Одно из самых известных было создано на склоне горы Суме, близ устья реки Чаахоль, которая в этом году, как и Енисей, сильно обмелела. Здесь, в небольшой каменной нише, рукой древнего мастера, а историки считают, что это было ориентировочно в XIII веке, выбито бы рельефное изображение Будды с двумя верными стражами. Верующие уверены, буддистская ниша наделена особой энергетикой, является местом силы, вдохновения и душевного спокойствия. Еще одно необычное место силы появилось в Туве совсем недавно, а его история такова. В 1992 году с пастырским визитом был в Туве Далай-Лама XIV. Пролетая над ее территорией, с высоты он увидел светящуюся яркую точку. Позже он сообщил местным буддистам о том, что видел знак Будды. И когда верующие отыскали его, они обнаружили небольшое углубление в камне, напоминающее след от ноги. Так на земле Тувы появилось еще одно место поклонения и паломничества – след Будды. Обратите внимание, в трещинах камней можно встретить многочисленные свернутые листочки. Это молитвы и просьбы паломников к Будде. А рядом всегда горит очаг с подношениями. Здесь, как и во многих других сакральных местах Тувы, можно увидеть развешанными на шестах отрезы шелковых тканей с молитвами или изображениями божеств. Это один из буддистских обрядов – подношение ветрам. Ветер качает флаг и считается, что молитва читается. Но исцеление приносит не только вера человека, но и сама природа. Так, по утверждению медиков, вода озера Дусколь, что переводится как «соленое озеро» на русский язык, очень полезна для здоровья. Соленость в озере довольно значительная. На дне она достигает отметки 280 промилле, то есть на 1 литр воды приходится 280 граммов соли, ну, почти как в Мертвом море или озере Баскунчат. Вот именно эти соли, как и целебная грязь на его берегах, и помогают поправить здоровье, чем непременно пользуются и местные жители, и приезжие. Ну вот затронули мы тему религиозную. Здесь в этом отношении тоже все очень интересно. В то и в это вообще там нет ничего неинтересного. О чем не начнешь говорить или что не начнешь изучать, все как-то неинтересно, необычно. Есть такое умное слово – синкретизм. Часто его употребляют в изобразительном искусстве. Под ним понимается такое соединение несоединимого или соединение каких-то разных вещей в одном едином целом. Вот, в принципе, этот термин можно применить здесь, в Туве, с точки зрения религии. Потому что удивительным образом здесь уживаются абсолютно две разных религии, ну, хотя все, в общем-то, религии похожи между собой, но, тем не менее, все-таки до два разных мира – это буддизм и это шаманизм. Да, ну, понятно, что шаманизм – это древнее верование жителей Тувы, и, да, это верование в то, что у каждого уголка земли есть свой дух, у каждого дерева, у каждого животного, у каждого камня. Соответственно, этим духом… Эти духу почитают, к этим духам особое отношение, особое приношение. И, собственно говоря, этим жили люди долгое время и продолжают сейчас жить. Позже в Туву из Монголии и Китая, надо сказать, что история Тувы, она довольно сложная в плане вот их такого, так сказать, ну, что ли, независимого пребывания. Они долгое время находились под властью либо Монгольской империи, да, в данном случае, так сказать, империи Чингисхана, какое-то время они находились под властью империи Цинь, это Китайская империя, да, известная династия китайских императоров. По сути, они относительно стали независимыми только в 1914 году. Мы чуть попозже об этом поговорим, когда они вошли под протекторат России. Так вот, соответственно, из Тибета, из Монголии, из Китая к ним приходит буддизм. Ну, ученые спорят, когда первые появились здесь буддистские ламы. Одни говорят, что это было в VI веке, другие утверждают, что где-то в веке XVII, когда начинают строиться монастыри. И вот, когда сюда приходит буддизм, он поразительным образом смог соединиться с шаманизмом и перенять какие-то традиции, какие-то предания, которые связаны были с шаманизмом. И сегодня это буддизм, который содержит в себе некие такие шаманистские нотки, я так скажу, наверное. Об этом в то же самое время и шаманизм частично изменился. Когда про религию либо спрашиваешь у жителей Тувы, либо читаешь какие-то книги, то обычно пишут так, что основной религией республики Тува является буддизм, а основным вероисповеданием является, соответственно, шаманизм. Вот иногда такие две фразы соединяют между собой. Причем, что интересно, что они довольно часто ходят в буддистские храмы, они ходят к ламам, советоваться по разным абсолютно вопросам. Это верующие люди с очень большим уважением относящиеся вот к этим особым сакральным местам, которые мы видели с вами по дороге, установленные ступы. И, так сказать, вот мы когда путешествовали по Туве, во многих местах остановились, обязательно останавливались, обязательно какие-то были такие у нас остановки, ну так скажем, важные для жителей Тувы, да, в знаковых местах. И в то же самое время они обязательно отправляются к шаману с тем, чтобы о чем-то посоветоваться или вылечиться. Шаманы часто рассматриваются именно как лекари. И не так давно даже в Кызыле открыли клинику шаманскую, куда люди приходят лечиться от самых разных болезней. И это абсолютно такое серьезное отношение и к одному, и к другому жителей Тувы. Поэтому это в какой-то степени, на мой взгляд, можно считать уникальным в России. Хотя на самом деле история знает, когда разные религии между собой соединялись. Ну вот если мы возьмем с вами наше христианство, да, и возьмем православие, то ведь у нас есть некоторые православные праздники, которые выросли из язычества, да. Ну не будем вдаваться в подробности, но Масленица, да, Масленица это все-таки христианский, да, праздник. Масленица это языческий праздник, когда-то он начался именно, соответственно, оттуда. И, ну вот, так сказать, примерно такое же, можно сказать, произошло здесь, в Туве. Здесь, в Туве, находится резиденция верховного шамана России, вот резиденция главного ламы в России находится в республике Бурятии. У нас три района, вот на карте, собственно говоря, показаны основные районы, где какие религии распространены. У нас три республики, которые являются республиками буддистскими, да. Это республика Бурятия, это, соответственно, республика Тува, это республика Калмыкия, да, в европейской части одна республика, Калмыкия. Мы побываем с вами там через некоторое время тоже на одной из лекций. И, соответственно, республика Тува и Бурятия. Вот в Бурятии находится центр буддизма России под городом Улан-Удэ. Есть такое местечко очень милое, Волгинск называется, и вот там находится, так скажем, главный Датсан. Ну, а вот здесь, в Туве, находится резиденция главного шамана России. В 2018 году произошла такая важная встреча шаманов с разных регионов России, там, где шаманизм представлен. В основном это в большей части азиатские территории. И вот на этом съезде в 2018 году, соответственно, был выбран караул Дапчун Уол. Вот он на фотографии в верхнем левом углу. Это главный официально шаман России. Как я рассказал, да, и к шаманизму, и к буддизму особое отношение у жителей Тувы. И не так давно появился очень такой важный тоже буддистский символ в республике Тува. Вот вы видите в нижнем углу. Это самая большая на сегодняшний день статуя Будды. Она была открыта в этом году. Соответственно, вот фотография как раз там сделана с открытия этой статуи. Да, и это такое, так сказать, ну, еще определенное уважение к буддизму. Сегодня мы чуть-чуть еще темы буддизма коснемся. Если говорить о представлении древних жителей Тувы и об их отношении к истории, к своему роду, к своим традициям, обычаям, то есть еще одно очень интересное явление в Туве. Если будете путешествовать, то у вас будет возможность более 200 вот таких каменных изваяний встретить. По поводу них ученые спорят. Нет до конца точного понимания, что это, когда это было сделано, для чего. Но, по крайней мере, датируется подобное изваяние примерно первым тысячелетиям. И довольно интересное, многие изваяния похожи друг на друга. Это вот такие каменные, соответственно, изваяния человека. Да, Кижик уже, человек-камень, можно перевести так вот на русский язык с тувинского названия вот этих памятников. Как правило, многие фигуры держат в руке сосуд. Да, вот видно здесь как раз, да, герой, так скажем, данного. Кижик уже держат сосуд. Что это за сосуд? Что там хранилось, да? Только догадывается. Плюс интересно, что пояс, который, ну вот он не так хорошо здесь на фотографии виден, пояс, которым подпоясан, соответственно, вот этот вот каменный идол, он тоже содержит в себе для историков такие важные артефакты, по которым можно примерно определить время, когда что было установлено. Ну вот то, что вы сейчас видите под павильоном, это единственный, который был спрятан под, да, такую некую защиту, чтобы все внешние силы не разрушали. Это довольно ценный памятник, да, называют этот монумент Чингисханом. Ну, никакого отношения, понятно, к Чингисхану это не имеет, это первое тысячелетие нашей эры, да. Чингисхан, понятно, время гораздо более позднее, но вот, тем не менее, вообще к Чингисхану тоже особое отношение у тувинцев. Считается, что мама Чингисхана, она была тувинкой, но опять, это большой очень вопрос. С Чингисханом вообще все, что связано, это все одни вопросы, одни загадки и прочее. Многие народы говорят о том, что вообще Чингисхан наш человек и борется за это. Ну, монголы просто ни с кем не разговаривают над тем, говорят, что разговаривает, так сказать, наш человек. И поэтому самый красивый памятник в Монголии стоит, и самый мощный Чингисхану в интернете можно посмотреть. Красивый такой, прямо вот, так сказать, уже на памятнике посмотришь и понимаешь, что нельзя не поклониться, нельзя не высказать какое-то слово восхищения. Хотя, на самом деле, очень такая трудная, противоречивая личность в истории. Ну, можно о нем много говорить, не будем тратиться на это время. Просто не тема нашей сегодняшней встречи. Но вот, тем не менее, к Чингисхану особое отношение, и поэтому даже вот одну из статуй таких древних, которые, в общем-то, такого прямого отношения к Чингисхану не имеют, но, тем не менее, назвали именно таким словом. Ну, а вот таких идолов, как я рассказал, около 200 в общей сложности представлено на территории Тувы. Какие-то, относительно, так сказать, хорошо сохранились, какие-то, так сказать, долгое время пролежали в земле и, к сожалению, начали портиться. Плюс здесь еще особое отношение тувинцев к ней. Вот если вы посмотрите на статую, которая с правой стороны на рисунке, видите такой белый налет. Это не время потратило, это его периодически поливают молоком. Дело в том, что светлые жидкости для тувинцев, ну, это и буддистские традиции, и шаманские обряды, да, белая жидкость, это святое, да, и поэтому, соответственно, поливая молоком, они тем самым, как бы, так сказать, высказывают ему определенное уважение. Вообще считается, что там вот в Бурятии такой обряд присутствует, так называемый бурханить, когда в определенных светлых местах останавливаются люди, берут в руки стакан с какой-то жидкостью, ну, раньше брали молоко, да, сейчас, так сказать, все что угодно, включая спиртные напитки, да, ну, а дальше опуская безымянный палец в жидкость, да, они разбрызгивают жидкость на четыре стороны света, это как бы подношение богам, да, ну, плюс, вот, так сказать, надо обязательно вылить на божество эту жидкость, да, это традиция, от которой очень трудно отказаться, и пытаются те, кто понимает, что памятники надо сохранить, что это наша история и хочет эту историю передать, пытаются всячески объяснить жителям, то, увы, ну, кто-то понимает, кто-то нет, поэтому, к сожалению, памятники частично разрушаются, но, тем не менее, слава богу, что сохранилось, все-таки 200, это довольно много для такой территории. Ну, и еще, да, это место тоже поклонения, поэтому получается, что вот у Тувинцев, у них как бы таких три места поклонения, это буддистские ступы или какие-то вот буддистские святыни, в частности, да, вот та ниша, которую мы видели, на сегодняшний день считается, что есть три ниши буддистских, одна ниша, к сожалению, была талибами разрушена в Афганистане, может быть, знаете, был такой печальный период, когда они взорвали, вторая ниша находится в Китае, удивительная совершенно ниша, очень мощная Будда, там стоит, энергетика потрясающая, я был в Китае, видел эту нишу, то есть вот до сих пор вспоминаю, как-то вот подходишь к ней, вдруг начинаешь понимать, что что-то все-таки происходит не то, и вот здесь я на себе почувствовал, я когда подошел к нише, мне когда показали, сказали, ну вот все, вот можно туда подойти, там вот можно снять, там красивая панорама, там то-то, вот, и я когда подошел к ней, вот начал снимать близко, я что-то вот чувствую, что-то такое вот не то, не знаю, может быть, это я уже сам себе надумал, да, поскольку к святыне такой подошел, ну вот такое отношение было, так что, соответственно, буддистские ступы, буддистская ниша, плюс вот, может быть, на картинке она не очень красиво смотрелась, нога Будды, да, но она просто на самом деле желтой краской была обрисована сверху, просто чтобы издалека было видно, а так, если вот, так сказать, взять фотографии старые, когда нашли, действительно углубление в камне, которое напоминает вот след Будды. Тоже очень такое место важное для тувинцев, это, соответственно, вот первое, да, второе, это вот такие кижи-каже, которым приходят и поклоняются, ну и третье, это такие специальные шаманские места, где установлены шесты, и место, где люди тоже останавливаются, и определенные ритуалы, которые связаны с жизнью шаманов, там связаны. То, что вы сейчас видите, Петроглиф, это тоже довольно ценная находка, которая была сделана в разное время, и одна находка, их довольно много в разных местах тувы, некоторые довольно хорошо сохранились, во многом за счет того, что тува оказалась отрезанной от мира, да, вот она труднодоступна и сейчас, а раньше она была еще более труднодоступна, поэтому туда никто особенно не ездил, как-то, так сказать, все жизнь развивалась по своим собственным законам, и поэтому многие наскальные рисунки, многие, так сказать, вот произведения древних художников, они до нас в очень хорошем состоянии дошли, но вот одна из самых известных, с левой стороны плит найдена как раз была Анатолием Семеновым, вот археологом, с которым мы познакомились в интервью, с ним записали на раскопках, ну и сейчас раскопки продолжаются, и сейчас продолжаются поиски этих плит, потому что очень ценная информация о жизни тувинцев. Ну, я не знаю, может быть, меня поправят жители тувы, или, так сказать, ученые, которые занимаются этим подробно, но, на мой взгляд, тува в какой-то степени таким является историческим заповедником, в котором сохранилось в хорошем состоянии многое из того, что в других местах исчезло, и за счет этого мы можем познать нашу историю, историю человечества, тем более, что, в общем-то, так сказать, хоть и тува как бы далеко от Москвы, на самом деле все же взаимосвязано, да, и скифы кочевые, так сказать, племена, они, так сказать, там много где путешествовали, ну а по одному из преданий вообще в московском районе Сокольники зарыто знаменитое колесо фортуны тувинское, скифское, да, когда скифы вынуждены были бежать, народ, на самом деле, потрясающий, он внезапно появился, да, вот до сих пор спорят, где появился, а потом внезапно исчез, мало что о нем известно, за исключением вот недавних находок, связанных с золотом, ну и вот когда он исчез, соответственно, ученые-то ищут, куда они делись, что от них осталось, ну вот, так сказать, читают, что у них было такое волшебное колесо фортуны, которое они запускали один раз в год, и в зависимости от того, как это колесо останавливалось, соответственно, это было предсказание жизни, причем дальнейшее, причем, что интересно, это предсказание очень часто сбывалось, ну, по крайней мере, так, некоторые думают, но вот говорят, что якобы в Сокольниках это колесо фортуны есть, поэтому, если будете в Сокольниках, найдете, принесете на лекцию, мы покажем всем, тоже покрутим, узнаем, что нас ждет впереди. Ну, а нас с вами ждет впереди дальше путешествие следующее, и смотрим. Географическое положение Тувы, особенности рельефа, предопределили уникальную природу. Здесь сформировались почти все природные зоны, от пустынь до альпийских лугов. В центрально-тувинской котловине, где мы сейчас находимся, степные ландшафты. Именно они окружали нас в путешествии в долину царей, буддистским святыням, но среди них можно встретить и уголки настоящих пустынных ландшафтов. Один из самых известных, а красивых, находится около села Имя. Барханы и бескрайние пески на фоне горных хребтов завораживают. Хочется просто молчать и смотреть. Давайте попробуем. А сейчас мы направимся на северо-восток Тувы, во вторую крупную котловину, Тоджинскую. Там нас будет ждать уже совсем другой мир. Но прежде до него ведь нужно добраться, а для этого пересечь хребет, названный в честь путешественника, ученого, главного геолога Сибири Владимира Обручева. И природа, видимо, чтобы не создавать резких контрастов для нас, начала постепенно готовить к новым открытиям. Степи сменились горной тайгой, которая периодически делила свой мир с горной тундрой. Низкие облака с воевуалью закрывали перспективу горных долин. Заморосил дождик, а температура с плюс 28 понизилась почти до плюс 14. И, видимо, чтобы закрепить эти изменения, внезапно к нам навстречу вышли северные олени. Здесь, на склонах хребта Обручева и в Тоджинской котловине местные жители занимаются их разведением. Преодолев 170 километров почти за 5 часов, мы спустились в долину. Большой Енисей, который позже в Кызыле, соединившись с Малом Енисеем, подарит нам самую полноводную реку России, нас встретил уже с солнечной погодой. Село Тор-Эхем, столица одного из 16 районов или Кожуна в республике, кстати, самого большого по площади и самого труднодоступного, уютно расположился на берегу Енисея. В его окрестностях находится несколько удивительных по красоте уголков. Один из них – озеро Азаса. Озеро интересно всем. Ну, во-первых, здесь просто красиво. Девять островов делят его на уютные уголки. На берегах можно встретить ветки растений, занесенные в Красную книгу, а можно полакомиться дикой смородиной, голубикой, брусникой, клюквой, земляникой. Один из символов озера – кувшинка. Нам повезло. Мы на озере оказались в самый разгар их цветения. Интересно, что кувшинки являются одними из самых древних цветковых растений на нашей планете. Соседнее с Азасом озеро Нагаанхол не только притягивает красотой, но и лечебным эффектом. Его название с тувинского переводится как «зеленое». Название, как вы сами понимаете, полностью себя оправдывает. А зеленый цвет воды связан с химическим составом и глинистыми отложениями на его берегах, которые, собственно, и оказывают целебный эффект. Наш путь лежит в столицу республики Тыва, город Кызыл. На подъезде по федеральной трассе к городу не так давно построили так называемый «каменный город». Найденные при возведении трассы древние камни стелы с наскальными изображениями и установленные в мини-парке словно готовят путника к тому, что он въезжает в столицу древнего государства. А при подъезде к столице с востока гостей Кызылы и его жители, конечно, приветствуют кадырчи – пастух, одетый в теплый тувинский халат тона и остроконечную шапку. Ну а рядом, конечно, его стадо. Это тоже символ, символ одной из важнейших отраслей хозяйства – животноводства. Еще один монумент встречает нас уже в самом центре Кызылы. Именно здесь, по расчетам ученых, находится географический центр азиатского континента. Монумент очень символичен. Три льва, у каждого из которых во рту три стихии – огонь, земля и вода – держат земной шар, увенчанный шпилем, на котором изображены дикие животные в стиле скифских петроглифов. А венчает шпиль – фигура солнечного оленя, символа эпохи скифского времени. Кстати, прототипом оленя послужил артефакт из скифского кургана Аржан-2, навершая золотой шпильки, когда-то украшавшей головной убор царицы. По периметру – статуи 12 животных восточного календаря, которые олицетворяют буддийский гороскоп. На монумент с противоположного берега, там, где встречается большой и малый Енисей, смотрит Будда. Это самое большое изображение Будды в России. Именно буддизм является традиционной религией Тувы, и поэтому, опять-таки, не случайно, рядом с центром Азии – храм Сеченлинг. Это один из первых реконструированных храмов после эпохи забвения на Тувинской земле. На первом этаже располагается резиденция представителей его святейшества Далай-Ламы XIV. Это место встречи лам с верующими. А на втором этаже – молильный зал, где находится алтарь с яркими бронзовыми, серебряными и позолоченными бурханами. Изображение Будды и его святейшества Далай-Ламы XIV. Еще одним важным буддийским центром города является молитвенный барабан Хурде. Внутри барабана на плотных свитках записано 115 миллионов буддийских мантр. Мантра – это не молитва. Мантра – это фраза, состоящая из слов и слогов, которые нужно повторять снова и снова, чтобы сконцентрироваться на позитивном состоянии ума и предотвратить негативные. Каждый оборот барабана – это прочитанная мантра. Нужно сделать обязательно нечетное число оборотов – 3, 5, 7. Колокольчик, подвешенный у самой крыши, не даст вам ошибиться. Жители Кызылы, как и всей Тувы, очень бережно относятся к своим традициям и своей культуре. Один из центров, где сохраняют и передают их, является Центр развития традиционной культуры и ремесел. Гордостью жителей Тувы является Национальный музей, перед зданием которого установлен памятник основателю тувинской государственности. Именно он, Мангуш Буян Бадыргы, после распада Цинской Китайской империи, чтобы сохранить независимость Тувы от Монголии, обратился к Николаю II с просьбой о протекторате. Мы побывали в музее уже в завершении нашей экспедиции, и его экспонаты помогли соединить в один портрет факты, эмоции, впечатления, а рассказ главного хранителя еще больше влюбил нас в Туву. Действительно, загадочного и неповторимого, самобытного и красивого уголка России. Действительно, загадочного и неповторимого, самобытного и неповторимого, самобытного и неповторимого. Это озеро, которое называется Упсу-Нур. Что означает Упс, мы толком не знаем. По крайней мере, точного перевода нет. Нур переводится как озеро. Частично озеро, по-моему, там около 10 километров побережье, оно проходит прямо по границе России. Там рядом с этим озером открыт заповедник государственный. Это озеро внесено в реестр ЮНЕСКО, как я уже сказала, по главной причине. Там на одной небольшой территории представлены все природные зоны земли практически. Это в этом отношении уникальное очень место. К сожалению, не смог я туда добраться. Довольно далеко было от нашего маршрута. Ну вот с дороги мы увидели, какие дороги. 170 километров мы ехали 5 часов. И это еще хорошо, мне водитель сказал. Нам повезло, что не было дождя и никаких-то других сложностей. Поэтому, так скажем, на будущее я для себя запланировал обязательно там побывать. Очень красивая эта котловина обснурская. И вот из того, что мне удалось узнать, эти фотографии, которые я видел, действительно поражают, как в одном месте оказался такой мир в миниатюре. Я сказал о том, что входит этот памятник в список ЮНЕСКО. Напомню о том, что ЮНЕСКО – это международная организация при Организации Объединенных Наций, которая занимается вопросами образования, науки и культуры. И ЮНЕСКО составило список наиболее ценных объектов, которые находятся в разных странах мира, за которыми оно следит, которые считают достоянием человечества. Таких объектов 1154 всего в мире. Из этих 1154 объектов в России 31 объект. Из них 20 культурных. Но я в кавычках взял, так скажем, не совсем правильно, культурные, что остальные бескультурные. Но имеются объекты культурного наследия, которые созданы были руками человека. Там это Московский Кремль, если брать Москву, да, и церковь Вознесения в Коломенском. Кстати, вот в Москве два объекта относятся к ЮНЕСКО. Красивая шатровая церковь по указу Ивана Грозного была построена. Те, кто в Коломенском был, наверное, видел этот храм. Очень интересный. Это шатровая архитектура, единственная церковная русская архитектура, потому что все здания мы строили и строим по канонам Византии, откуда получили христианство. Но вот, тем не менее, в свое время зодичьи разработали шатровый стиль, и вот такой шатровый стиль представлен. Ну, кроме этого, там всякие белокаменные соборы Владимирской земли относятся в плане культурных объектов ЮНЕСКО. Ну, и кроме этого, соответственно, это природные объекты ЮНЕСКО, их всего 11. Действительно, удивительные абсолютно места. Это хребет Секатый Алинь, там есть местечко, где в свое время Дерсу узала фильм, если смотрели, может быть, помните, да. И книга Арсеньева посвящена как раз путешествиям по реке Бекин. Удивительно красивое место, где соединились северно-южные растения. Да, но озеро Байкал относится к таким объектам. Плата Путарана, мы с вами побываем на нем, когда по Краснодарскому краю будем путешествовать. Соответственно, горы Алтай сюда относятся, но в том числе относятся и Упсунурская котловина, о которой я сказал. Несколько буквально слов об удивительном человеке Владимиру Афанасьевичу Обручеву. Вот мы, когда ехали в Тотжинскую котловину, мы пересекали хребет, который был назван его именем. В свое время он был назначен главным геологом Сибири. Это человек очень разносторонний, он был популяризатором науки. Он написал несколько книг, две книги довольно известны. Ну, одну книгу вы точно знаете, по крайней мере, по фильму, это «Земля Санникова». Причем интересно, что написал он ее по впечатлениям от путешествия по северу человека, которого вы знаете все, как верховный правитель России. По фильму, по камере, «Адмирал» точно знаете, Александр Васильевич Колчак. Да, мы больше к нему относимся именно так. На самом деле это наш человек, это географ. Очень много интересных исследований он проводил. В свое время в Иркутске читал лекцию о своих исследованиях. А Обручев, тогда еще совсем молодой, сидел на лекции, слушал Колчака. И вот так все это заинтересовало, и после этого появилась книга «Земля Санникова». Действительно, такую землю загадочную искали, да, и вот об этом произведение есть. Плюс еще одна очень интересная книжка будет, в одном же почитайте. «Плутония» — это такое путешествие фантастическое, подземный мир, где разные там доисторические существа встречают путешественников, которые опускаются как бы под землю. Обратите внимание на медаль, это главное, мы находимся в русском географическом обществе, я не могу об этом не сказать, и как член русского географического общества, это главная медаль русского географического общества, медаль называется «Константиновская». В общей сложности всего чуть более 70 человек были награждены этой медалью. Медаль получила название по имени первого председателя русского географического общества, Константина, соответственно, великого князя, сына Николая I. Русское географическое общество было основано в 1845 году. Дата основания русского географического общества — это сегодня отмечаемый праздник, каждый год День географа. И буквально через год после основания русского географического общества была создана медаль, которую назвали в честь великого князя Константина, которую награждали людей за особые заслуги в области географии и смежных наук. И вот одним из тех, кто получил эту медаль, соответственно, был Владимир Афанасьевич Обручев. И интересная фраза выбита на этой медали, мне кажется, так очень, так сказать, и приятно, что география эта первая стоит на пользу географии, ну и общества. Ну, ничего против не имею, но, по-моему, такая приятная награда. Вот такую награду Обручев получил, но он, кроме этого, вообще по профессии был геологом, очень много проводил геологических исследований. Благодаря его исследованиям в том числе была построена Транссибирская знаменитая железнодорожная магистраль, самая длинная железная дорога. Ну вот, об этом удивительном человеке не могу не сказать. Плюс еще он несколько лет был почетным президентом русского географического общества. Еще одна интересная особенность, тоже не удалось мне побывать, очень хотелось, но очень трудно было туда добраться, нужно было лететь на вертолете, но как-то не сложилось, в следующий раз обязательно там побываю. Это щитовые вулканы. Обычно даже местные жители, когда их спрашиваешь, а вулканы у вас где? Они говорят, какие вулканы? Нет, у нас никаких вулканов, у нас все хорошо, тихо и спокойно. Ну, на самом деле, есть вулканы, их несколько. Они давно уже уснули, хотя извергались они не так давно, всего 2 миллиона лет назад были эти извержения. Причем это довольно интересные вулканы, называют их щитовыми, потому что вершины их как щит такая выровненная, они цилиндрической формы, отвесные вертикальные стены и, соответственно, такая вот ровная плата, где происходило изливание. Излияние это было то время, как раз когда озеро Байкал образовывалось, это граница рифтовой байкальской зоны в свое время, и здесь было когда-то дно моря, и извержение вулканов шло еще на дно море. Сейчас, как таковых извержений вулканов нет, но землетрясения в Тубе встречаются, не так часто, но встречаются, они регистрируются датчиками. Ну и такой, так сказать, поствулканизм, как иногда ученые так шутку называют, здесь присутствуют в виде термальных источников. Так что, в общем-то, так сказать, вулканы чисто внешне, их можно разглядеть, увидеть, ну и плюс, вот, так сказать, подарки из глубин Земли, которые до нас доходят в виде подземных источников. Ну теперь немножечко о Кызыле. Да, ближе к завершению уже, значит, Кызыл, город был основан в 1914 году, его первое название Белоцарск. Почему именно в этом году и почему такое название? Ну, Белый Царь, да, Россия взяла под протекторат, то есть это была такая некая зависимость определенной Тувы. С одной стороны, Тува была независима, с другой стороны, в общем-то, многие решения принимались в России. Но тогда тувинцы были очень благодарны русским, что они взяли под опеку их территорию, поскольку после распада империи китайской было непонятно, кто, в общем-то, сказать, что хочет от Тувы отхватить. И китайцы что-то хотели, свой контроль навести после уже распада отдельной части, так сказать, они свою политику ввели. Плюс монголы, соответственно, тоже претендовали на эту территорию. Ну и вот желая сохранить все-таки себя, и желая все-таки быть в какой-то степени независимой, они решили к нам обратиться. А почему к нам? Потому что с XVII века идет освоение Сибири, да, интересная очень страница. В истории России XVII-XVIII век купцы, которые отправляются, да, и в Уренхайский край, в том числе, для торговли, самыми разными товарами, соответственно, вот русские, в общем-то, показали себя такими относительно надежными, скажем так, партнерами, если это можно сказать. Ну и вот, вероятно, в том числе и это способствовало тому, что обратились тувинцы к русскому царю с просьбой о протекторате. Вот тогда был основан Белоцарск, да, в честь Белого царя. Ну, в данном случае все-таки тувинцы относятся к азиатам, поэтому, понятно, для них, так сказать, европейцы, да, мы в том числе, которые приехали к ним в гости на некоторое время, так сказать, относились, так скажем, к белым людям. В XVIII году Тувинская республика получает независимость, хотя, так сказать, в определенной степени все равно связи с Россией остаются, и Белоцарск, вы понимаете, в XVIII году какие цари? Нет царей, бога нет, царя нет, императора нет, да, жизнь-то новая, поэтому придумали новое название города, оно недолго было, но, тем не менее, Хембилдир переводится как «место слияния рек». Ну, такое, вполне географическое название, да, две реки соединяются, образуется река Енисей. Ну, а в 1926 году, когда очень прочные связи у нас появились с республикой Тува, хотя Тува не входила в состав России, Советского Союза, извините, до 1944 года, она была независимой. Но это, в общем, наверное, больше, так сказать, так, чисто на бумаге, потому что в связи, понятно, были довольно прочные. Ну, а в революционное время, вы знаете, у нас был самый любимый цвет, красный, поэтому все переименовывали в красный, ну, поэтому вот «кызыл» — это «красный» переводится на русский язык. Это так же, как «Улан-Батор». В Монголии город переименовали, да, на русский язык, с монгольского «красный богатырь». «Улан» — «красный», «батор» — «богатырь», да, но вот здесь «кызыл», соответственно, «красный». Если говорить о истории «кызыл» и в то же самое время об истории «ТВ», я хочу, чтобы на два имени вы посмотрели, так, скажем, как-то странно. Два таких, в общем, абсолютно разных человека здесь представлены, да, Уинстон Чершилль, премьер-министр Великобритании, да, и, в общем-то, так сказать, руководитель республики Тува на то время. Но, на самом деле, обратите внимание на дату, дело в том, что первыми, кто поддержал Россию, тогда не будучи в составе России, это была республика Тува, и она первой объявила после Советского Союза войну Гитлеру. Дальше ходит такая шутка небольшая, что когда Гитлеру сообщили, что кроме того, что войну объявил Советский Союз ему, ну, в ответ, да, на вступление войска на нашу землю, объявила республика Тува. Он попросил принести карту, он так и не нашел, кто ему, так сказать, объявил. Он говорит, объявила, объявила. Вот, через 12 часов после этого войну объявила Великобритания. Так что англичане, они выступили против, соответственно, немцев вторыми, да, но вот поэтому, так сказать, иногда даже в некоторых путеводителях, так или в каких-то ресурсах интернета можно увидеть, да, там, как Тува Черчилля опередила. И когда так вот читаешь громкий заголовок, сразу хочется, так, где же они, Черчилля, да, опередили. Ну, вот на 12 часов реально. Надо сказать, что молодцы просто, абсолютно молодцы, потому что население тогда Тувы 80 тысяч человек, 700 тысяч скота они поставили в русскую армию. А весь свой золотой запас, который у них был, они отдали русской армии, да, еще раз, не будучи в составе Советского Союза. Они делали лыжи, они шили полушубки, они, ну, чего они только не делали, то есть, так сказать, ну, сказать о том, что, конечно, победа не только на их труде была основана, но то, что они внесли значительный вклад, в том числе, особенно в первые очень сложные годы войны Великой Отечественной, это абсолютная правда. И, что тоже очень интересно, в 1944 году руководитель Тувы на то время обратился к Сталину, и, казалось бы, странно, да, идет война, а тем не менее, так сказать, да, жизнь-то продолжается, и Сталин подписал указ, вот этот указ, так скажем, в уменьшенном виде вы видите на экране, да, 11 октября вступил этот указ в силу, что Тувинская территория, Тувинская независимая тогда республика становится Тувинской автономной Советской Социалистической Республикой. Вот так выглядели ее государственные символы, государственный герб, соответственно, и государственный флаг. Ну, мы говорили про географический центр России, про географический центр Азии, на самом деле довольно условное понятие, ну, существует много разных географических центров, с точки зрения науки географический центр – это точка, равноудаленная от границ, у нас есть географический центр России, мы в нем побываем с вами в декабре месяце, когда у меня будет лекция по Красноярскому краю, поскольку находится этот центр на плато Путарана, да, здесь географический центр Азии, два города на него претендуют, это китайский город и, соответственно, город Кызыл. На самом деле, сказать, кто прав, невозможно, потому что, как посчитать равноудаленность у объекта, границы которого не определены, ведь Азия – это историческая область, да, была Европа, была Азия, потом, позже, Евразия стала. Границы сегодня разные варианты самые проводят, ну, со школьных учебников, наверное, знаете, что границы проходят по Уральским горам, да, вот все, что с востока от Уральских гор – это все Азия, да, все, что с запада, соответственно, это все Европа, но это одна из границ. На самом деле, границ очень много самых разных, поэтому откуда считать равноудаленную точку, да, брать ли острова азиатские, которые, так сказать, у нас есть, там, какой-нибудь остров Врангеле, там, например, и все прочее. Поэтому, ну, вот так посчитали, так посчитали. Жители Кызыл уверены абсолютно точно, и я с вами согласен, вы центр, вот, географический центр Азии у них. Ну, вот китайцы построили свой памятник, памятник центра Азии вы видели в Кызыле, а у китайцев интересный памятник, видите, буквочка А со всех сторон, как не подойдете, буква А, ну, читается как Азия. Ну, у нас есть географический центр Европы, тоже, да, тоже два претендента, хотя, на самом деле, их больше, ну, два таких основных – это Полоцк, да, Белоруссия, и, соответственно, от Вильнюса, 25 километров, находится вот такая красивая стела, где утверждается, что это географический центр Европы. Да, ну, такие очень условные памятники, но, тем не менее, наверное, тоже важно, так сказать, все-таки понимать, где центр вот того огромного мира, по которому мы путешествуем, в котором мы бываем. Послушаем. Это уже не мой фильм, это фрагмент с интернета, я просто хочу, чтобы вы послушали голос. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok